Субтитры делал DimaTorzok Ну что, всем алоха, друзья, с вами Александр и мы сегодня снова с вами на таком фоне. Хочу такое обычное разговорное видео без особой какой-то подготовки поделиться с вами историей и, наверное, вы тоже можете в комментариях поделиться своей, потому что Гарри Поттер это то произведение, которое навсегда, наверное, не побоюсь этого сказать, изменило мир литературы, мир кинематографа, мир культуры вообще в принципе. И, так сказать, ничего как прежде, как раньше уже не будет. Это такой феномен и мне кажется, что любой из вас, кто через него прошел, он может этим гордиться и может сказать, что это было не зря. И очень много позитива, очень много хорошего данная вселенная дала каждому из нас. Поэтому можете приготовить чаёчек, кофеёчек, кефирочек, что вы там пьёте. Я не знаю, когда выйдет видео, возможно, в понедельник я снимаю в субботу, 14 ноября, возможно. В общем, я сделал себе чай, поэтому давайте не будем затягивать и погнали. Начну, пожалуй, с того, что скажу. Мне 24 года. Я понимаю, что это странное начало, но 24 года это значит, что я родился в 96 году. Тогда ещё, в принципе, практически никто и не слышал о Гарри Поттере, но это очевидно. Но моя история началась в 2001 году, когда вышел первый фильм по Гарри Поттеру, по Гарри Поттере. Это Гарри Поттер и философский камень. На тот момент мне было 5 лет. Да, вроде как с арифметикой у меня что-то складывается. И в то время, конечно, не было ни интернета, в принципе, что интернет. А кинотеатры тоже, это были, знаете, такие походы раз в год, раз в 5 лет. В общем, в моей семье этого не было. И единственное, что у меня было, это кассета друга нашей семьи. На Новый год он просто нам её дал посмотреть. Она задержалась на энное количество лет. Это была кассета первой части с абсолютно обалденным переводом, в кавычках, конечно. Я, конечно, уже его не найду, но думаю, что те из вас, кто застал это время, мне кажется, у всех эти кассеты были, и одинаковые были переводы. На тот момент, как я уже сказал, мне было 5, и я просто очень хорошо помню. У меня, в принципе, на такие события, и не только, достаточно хорошая память. И я помню прекрасно этот момент, когда мама мне предложила посмотреть фильм про волшебника, про магию и всё такое прочее. То есть, она, в принципе, и сама-то не знала, что это такое, но примерно слышала и слышала больше, чем я. И знаете, что я сказал? Нет, я не хочу, я не буду. Я не стал смотреть, и, может быть, через месяц, через два, моя мама с моим отчим смотрели кассету, и я просто некоторые моменты, может быть, носился где-то, бегал, увидел по телевизору, и меня это как-то не привлекло. Вот так вот, да. Неожиданно я просто ни к силу, ни к городу, но всё было не так уж и просто. И знаете, что самое интересное, что шло время, кажется, это был 2002 год, когда... Нет, 2003 год, это был первый класс, когда я впервые самостоятельно взял эту кассету, и так, ну, знаете, или пойти избить кого-то палкой, или меня изобьют палкой, как это у нас и было на районе, о чём это я, или пойти посмотреть Гарри Поттера. Ну и, в общем-то, делать было нечего. Я помню, что у нас был видеомагнитофон, обожаю это, ностальгия, и сейчас я не против что-нибудь посмотреть по видику. Ну, я пошёл, снял эту обложку, ставил кассету и начал смотреть. Я не могу вам сказать, что это был какой-то невыразимый, неимоверный восторг, но я посмотрел, мне понравилось, мне очень понравилась волшебная палочка, мне очень понравились заклинания, что вот там ты взмахнул палочкой, надо Левиоса, а не Левиоса, Вингардиум, Левиосы, ну, вы понимаете. Сейчас-то я ярый, так сказать, фанат и знаю всё наизусть. Но тогда меня привлекли заклинания, меня привлекла магия, то есть вот как она в кинематографе, как она показана. Ну, у меня с самого детства на самом деле была тяга к всему вот этому магическому, к проявлению и так далее. Возможно, вы не в курсе, но здесь вы на канале любителя фэнтези. Ну и вот, кажется, в 2004 году, но я могу ошибаться, на тот момент мне было всё равно, да и сейчас я не вижу смысла знать именно, когда выходил фильм. Вторая часть вышла, я её посмотрел, наверное, это был 2005 год, я посмотрел его тогда, это был мой второй класс, я посмотрел, мне нравилось всё больше и больше, то есть, тогда, впервые, я решил просто пересматривать и начинать записывать заклинания. Да, вот такой был у меня фетиш странный, я, у меня был какой-то наполовину исписанный блокнот или что-то ещё, то есть, у меня мама работала, и она просто дала нам типа рисовать, ну, Саша взял рисовать. Саша взял ручку, Саша взял блокнот и начал записывать на слух заклинания, заучивать их, потом каким-то невообразимым путём в деревне я нашёл, хер знает где я нашёл это долбанное веретено, но веретено отныне стало моей волшебной палочкой. Ну и, в общем, 2006 год, это третий класс, такой знаменательный этап в этой истории. В третьем классе, если точнее, август 2006, как сейчас помню, купили компьютер у моих родителей, первая такая крупная покупка, настоящий, хороший компьютер, и, к слову сказать, он до сих пор в деревне, в принципе, пашет, ну как пашет, пасьянс можно раскладывать, но это такое живое напоминание тех невероятно прекрасных лет. И я помню мой отчим вместе со своим другом, сосед, мы дружили с соседями, что дружить с соседями? Серьёзно? Они там сидели несколько часов, устанавливали что-то, тогда это было что-то невообразимое, то есть установили всё с нуля. Сейчас это вообще легче лёгкого, наверное. В общем, они всё установили, и соседка, её звали Свети Лариса, и это не зря имя прозвучит, потому что мы к ней ещё вернёмся, у неё уже был компьютер, у неё был ребёнок, мы с ними не дружили, не общались, он был на два года старше, что это он с Мерезгой будет общаться, и она дала игру Гарри Поттера, Розника Скабана. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну просто, чтобы установить, чтобы все играли, потому что на тот момент не было такого разделения, знаете, компьютерная игра для детей, не для детей. Была компьютерная игра, играли все, кто хотел. Не было роскоши выбирать, знаете ли. Я помню, установили, это был самый обычный диск, и тогда у нас было всё строго, за компьютером я находился определённое количество времени, после того, как сделал уроки, это был вечер, компьютер был запаролен, то есть, только с разрешения, я сидел ровно, я не помню, час, может быть, или полтора, может быть, даже два, не вспомню сейчас, но так или иначе, я играл сразу в третью, мне не интересовало первая, вторая, то есть, я вообще не представлял, ну, есть и ладно, типа, ну и что, что я пропустил первые две части, как потом оказалось, пофигу, что пропустил, они совершенно могут быть и не связаны. И играл, всё было замечательно, и тут. ой, я же историю рассказывал, да? В общем, как-то так произошло, это был октябрь, ноябрь, в общем, конец осени, начало зимы 2006 года, мы пришли в гости к соседям, я не помню зачем, но да это и не так важно. И, что здесь важно? Я сейчас расскажу планировку, не знаю зачем, нет, я знаю зачем, и вы послушайте. В общем, вы заходите в квартиру, очень коротенький коридор, если мне не будет лень, я вам нарисую и сфотографирую, и вы посмотрите, о чём я. Короче, очень коротенький коридор, направо, получается, комната, в неё заходишь, опять направо, кухня, хорошо. Если мы на входе стоим, прямо, идёт дальше, дальше коридор, и, получается, коридор упирается в санузел, и направо, направо и налево, комнаты, трёхкомнатная квартира, ну да, и получается, что когда ты от входа идёшь прямо, вдоль этого длинного коридора стоят стеллажи с книгами, но я вот сейчас относительно недавно понял, насколько это было тупо, потому что стеллажи стояли вдоль этих стен, и там не было освещения, и пока дядь Варис и моя соседка не ткнула меня носом в эти книги, я бы даже их не заметил, ну то есть да, это было очень странно, то есть есть такая вероятность, и я абсолютно почти в этом уверен, что книги стояли там просто потому что, но не суть, и мне было сделано предложение, ну типа, выбери что-нибудь почитать, если хочешь, возьми книжку, почитай, вот, и я такой посмотрел на неё, посмотрел на книги, и сказал, идите нахер, я не люблю читать, пошли нафиг, разумеется, я так не сказал, но в то время меня было не заставить читать, если честно, меня и учиться-то не заставить было, но это другая история, ну и как бы, я посмотрел, так знаете, было сначала, конечно, неудобно отказывать, поэтому я просто посмотрел, мне названия ни о чём не говорили, более того, более того, я даже не умел читать, да, это страшная моя была тайна, но теперь уже нет, я тогда читал по слогам, ну да, здорово, и как бы прочитать название книг, тем более, это было просто невозможно для меня, всё произошло следующим образом, я увидел книгу, черепашки-ниндзя, я не знаю, что это за автор, я не знаю, что это за книга, потому что я так её и не прочитал, я просто её взял, потому что мне понравилась иллюстрация на обложке, всё, я просто её открыл, прочитал две строки, или два слова, или ничего, и всё, и она у меня пролежала месяц, потом я её отдал, и рядом, и рядом была книга «Гарри Поттер и философский камень», вы должны максимально сейчас, прям вот максимально, знаете, прочувствовать этот момент, потому что здесь такое произошло вот всего лишь раз, и в прошлый раз событие такого масштаба происходило в то время, когда Иисус раздвигал Красное море, ага, я взял эту книгу с тем же равнодушием, что и этих черепашек-ниндзя, отнёс домой, с черепашкой у меня ничего не вышло, с «Гарри Поттером» я, честно говоря, она была потёртая, судя по всему, её читали, там были дырявые страницы, то есть специально кто-то их тёр, но благо не в тексте, а если вы помните Росменовское издание, то в конце были какие-то написанные статьи из газеты, дети не спят ночами, протирают книги, гадыр, труп, там что-то свой, лоб, чтобы у них шар появился, бла-бла-бла, вот это вот всё, ну и она была не в лучшем состоянии, но на тот момент меня это не особо не интересовало, больше всего меня интересовало совершенно наркоманская иллюстрация, на тот момент она меня просто смешила, но с другой стороны мне было интересно, потому что в моей голове не укладывалось одно, почему в фильме Гарри такой, а на обложке он такой, ну абсурдно, но я понимаю, но это 2006 год, мне было 10 лет, мы можем простить маленькому Сашу подобную тупость, я не помню момент вот конкретный, когда я взял и начал читать, я просто помню, что когда я всё-таки начал, это был, это было начало конца, я научился читать, я научился читать, потому что я начал читать Гарри Поттера, я как сейчас помню, что в 2006 году параллельно с этим мы с мамой читали волшебника изумрудного города Волково с вот этими потрясающими иллюстрациями Владимирского, да, у меня, кстати, до сих пор есть эта серия, и мне очень нравилась история, но прям нравилось, это мягко сказано, я ревел с мамой просто в три ручья, когда мы третью часть читали, ага, когда Рамина сказала, что Элли больше не вернётся в волшебную страну, это просто был удар, так, немножко вам в ленту слезодавительных историй, так вот, но меня это как-то не привлекало, читать самому нет, лучше послушать, это же отличная идея, когда ты можешь эксплуатировать родителей, ничего не делать, получать кайф, гениально, очень гениально, но с Гарри Поттером произошло так, что я начал читать сам, и очень быстро научился читать, то есть я даже не помню момента, когда мне было трудно читать, а потом стало легко, я просто научился читать, может быть, страниц 30-40 спустя, и понеслось, вы бы видели, я просто приходил со школы, делал уроки, и я весь день сидел, лежал на диване, и с книжкой, понимаете, мне было 10 лет, я с книжкой не отрываюсь, просто мама такая, мимо комнаты такая, идёт, идёт, идёт такая, ладно, на другой день, окей, на другой день, Саш, ты что там делаешь, я читаю, понятно, вызываем скорую, примерно была такая реакция, знаете, я не знаю, зачем мне была эта информация, но я запомнил свою скорость чтения, это было 40 страниц за час, тогда мне это казалось, вау, нифига себе, как много, это, это было что-то невероятное, на тот момент вышли уже 4, 3, 3, 3 части фильма, у нас был диск, где было 3 части, Гарри Поттера, я ставил на 9, которые подарили там, по-моему, кто-то подарил, или покупали родители, книг, не суть, я ставил диски, я пересматривал просто миллион раз, у меня из всех трёх частей были все заклинания записаны, блокнотик, с расшифровкой, что это такое, и когда шёл фильм, я был просто с этим блокнотиком, но потом уже я всё выучил, с этим велетеном, и просто вот кто-нибудь произносит заклинание, и я за ним, это было что-то невообразимое, но разумеется, одна часть, это как-то несерьёзно, и к тому же она была не моя, я прочитал первую часть, и в новый год, с 2006 на 2007 год, родители мне дарят первые 3 книги, это был мой подарок на новый год, я просто помню, я был в деревне, и вот эта стопочку из трёх книг, перевязанной верёвкой, прям отдельная тема, она лежала под ёлкой, мне было неинтересно, ничего больше, к чёрту ваши подарки, там Гарри Поттер, и потом я начал читать вторую часть, разумеется третью, я просто помню свои ощущения, как мне всё нравилось, в какой я был постоянной эйфорией, я же в это верил, действительно, и даже сейчас, отчасти это такая вера, которая осталась на подсознании, которую даже не хочется как-то осмысливать, или рассматривать с какой-то там критической точки зрения, она просто как бы есть на подсознании, часть меня, вот, и я помню, что я там строил какие-то домики из подушек, из чего, из одеял или простыни, туда забирался с этой волшебной палочкой, так сказать, с книгами, и читал, просто перечитывал, я просто, ну, наизусть знал, к слову сказать, что у меня не было никаких фанатских вещей, потому что с деньгами были проблемы, не вижу в этом ничего такого, и как бы говорю это с родным, и я даже не знаю, были ли какие-то фанатские вещи на тот момент, кажется, какие-то были тетради, но какая-то одна тетрадь, у меня случайно появилась только в четвертом классе, поэтому не знаю, что потом было, потом было следующее, с 2007 на 2008 год, на новый год, опять же, мне дарят четвертую, пятую и шестую книгу, кажется, было так, возможно, я где-то один год перепутал, я могу ошибаться, разумеется, вот эти три книги, я был в таком восторге, потому что, вы помните, габариты первых трех книг, они примерно одинаковые, за счет того, что во второй части шрифт гораздо больше, ее сделали одной толщины, с первой, второй, третий, а четвертая раза в два толще, пятая в три толще, шестая там почти в три, это просто, я не знаю, особенно когда ты ребенок, это по-другому ощущается, и, конечно, тех восторгов, я уже редко, когда испытываю в нынешнее время, но тогда меня было удивить, как просто, как два пальца, на тот момент, я помню, мне купили диск, с, что-то там, 30 или 50 мультфильмов, сериалов, фильмов и все такое, но вы знаете, вот эти видео, диски, диски с фильмами, плохого качества, с тошнотным переводом, за 100 рублей, но это не суть, и там была четвертая часть, с отвратительным переводом, и, судя по всему, этот фильм был записан кем-то на камеру, в кинотеатре, потому что были слышны смешки, шумы на фоне, было очень темно, камера дрожала, ну, по-моему, это очевидно, и перевод был ужасный, но мне было все равно, абсолютно все равно, я смотрел, и, наверное, впервые я увидел четвертую часть, в нормальном переводе и качестве, ну, в году 2009-10, и мне пришлось заново пересматривать, потому что фильм был очень темный, перевод был другой, часть сцен или не видно, или трясется камера, то есть это пудренье, как второе открытие, вот, и это было что-то невообразимое, пятая часть, когда я взял в руки пятую часть, люди добрые, вы бы видели мой щенячий восторг, когда я, значит, открыл книгу, а там мизерный-мизерный шрифт, и столько страниц, мне был без разницы сюжет, вот, знаете, на тот момент у меня четко сложилось ощущение, мне нравятся все книги, но больше всего нравится мне толщина, неважно, интереснее она или нет, книга толстая, это значит, что ты можешь остаться с любыми, с любимыми героями, в любимом Хогвартсе, дольше, какая к черту разница, насколько там сюжет динамичный, ты можешь быть в Хогвартсе дольше, мать твою, да, и примерно на тот момент, я же читал, получается, пятую часть вперед фильма, прям сильно вперед, к тому моменту, когда вышла пятая часть, пятый фильм, я уже прям наизузинал, что там и как, и уже такой, знаете, пришел я на пятую часть в кинотеатр, с, типа, эксперт, я сейчас буду, хо-хо-хо, нет, но, оставим пока фильм, немножечко назад, перед этим фильмом, у меня была еще коротенькая история, с второй игрой, и первой игрой, то есть, первая часть Гарри Поттера, и вторая часть, могу так сказать, первая часть, Гарри Поттера, когда я играл, я дико удивился, потому что, во-первых, у меня был перевод, просто обычный, английский перевод, оригинальный, с субтитрами, во-вторых, возможно, вы тоже это застали, герои не размыкали рта, то есть, просто, что-то говорят, и никакой мимики, даже, типа, намек на мимику, там не было, и она была достаточно простой, но, мне было без разницы, это же уникальная возможность, погрузиться в мир Гарри Поттера, плевать на графику, плевать на, вот это вот, плевать, что приходится читать субтитры, плевать, это еще что-то новое, а когда я увидел, что они отходят от сюжета, на тот момент, это же было потрясающе, то есть, то, что ты играешь в то, что нет в книге, то есть, ты получаешь еще больше, ведь на тот момент, на тот момент, мои дорогие, я думал, что игру создает автор книги, да, номинация самый наивный ребенок года, мне заслуженный безоговорочно, простите, но я вне конкуренции, вторая часть мне понравилась, очень сильно, мне понравилось, как они придумали эти, дополнительные задания, тайники по всему Хогвартсу, и честно вам скажу, что из всей франшизы игр, мне нравится вторая больше всего, хотя, конечно, первая, хотя третья часть, Узника с Кабана, была первой, и она уже на таком особенном месте, но если мы говорим просто, какая нравится, я скажу, что Гарри Поттер и Тайная комната, вот, с играми мы разобрались, от пока что, теперь время фильма, когда я пришел в кинотеатр, а я уже посмотрел до этого 4 части, я, на тот момент, конечно, у меня не было никакого опыта, я встрогался любому, всему, что не покажут, особенно в кино, ну, раз в год сходить в кино, на дне рождения, вы что, это было как-то, это было не то мероприятие, которое следует раскритиковать, по крайней мере, в тот промежуток моей жизни, и я посмотрел, мне понравилось, я, конечно, я представлял Амбридж, совершенно иначе, почему-то, когда я впервые о ней прочитал, и у меня закрепился образ, вот, как выглядит, помона Стебель, профессор травологии, я не знаю, почему, вот именно ее лицо, жабий рот, вот этот, у нее же вот здесь складки сильные, у актрисы, я вам покажу фотографию, о чем жабий рот, такое дутловатое лицо, и вот это ее, хе-хе, или там, поджатые губы, елейная улыбочка, у меня почему-то именно, с этим персонажем ассоциировались, не знаю почему, поэтому, когда я увидел ее, в кино, я вообще не понял, кто это, и прям-таки, мне пришлось, сконцентрироваться, чтобы, в голове, как-то удержать, что, дескать, это Амбридж, ну и второе, Дамблдор, отдельное подступление, Дамблдор, мой самый, любимый персонаж, во всей франшизе, ни Рон, ни Гермиона, ни Гарри, ни все остальные, Дамблдор, самый-самый любимый, уже после него, там, конечно, можно проставить, кто еще больше, кто меньше, но Дамблдор, самый мой любимый персонаж, ну и, конечно, мне понравилось, как показали, битву, которую я там читал, размахивая веретеном, как сумасшедший, камикадзе, битву в отделе тайн, потому что, где, в книге, ее описывают гораздо лучше, это я вот сейчас говорю, по большинству многих лет, я это понял, ну, не сейчас, конечно, достаточно давно, но уже больше 10 лет прошло, я это понял, что тут просто показали, такое мочилово понты, в фильме, ну, просто понты, чего к чему, ради чего, в книге было, это все мастерски передано, это была такая, это были не то, чтобы понты, это была игра двух разумов, и Дамблдор был человеком умнее, но который не может причинить смертельный вред, а Волан-де-Морт был глупее, но тот, который может причинить смертельный вред, и получается, что силы не то, чтобы равны, но они никак не могут друг друга превзойти, вот это было очень интересно, как это все было показано, и воображение у меня там играло, то есть оно перескочило через сериал, и просто галопом по Европам, но на тот момент я вышел с кинотеатра, мне все, в принципе, понравилось, то есть, конечно, я ожидал от последней части в фильме большего, я ожидал, что покажут в отделе тайн все, вот эти бесконечные комнаты с маховиками времени, с плавающими мозгами, с прочими экспонатами, так сказать, замурованными в какие-то аквариумы, какие-то сосуды с жидкостью, отдел тайн, зал пророчеств, вот эти духи и так далее, ну, там действительно есть над чем разгуляться, если кто-то из вас читал, я думаю, все из вас читали, не смейте говорить, что не читали, все из вас помнят, что там было, и битва с пожирателями смерти, и с комнаты в комнату, и с комнаты в комнату, там же очень интересно было, действительно интересно, это не показали, но на тот момент я доверял своему воображению, и даже малой частичкой, если меня было одарить, как это сделал фильм, мне этого было достаточно, я сам додумаю, вообще запросто, после этого фильма я прочитал, уже разумеется, шестую часть, и я понял, что она очень сложная, прям таки дико, но я прочитал ее, потом начал играть в четвертую часть Гарри Поттера, и это было что-то странное, потому что, ну потому что, мало того, что там все было перекроено, там было странное управление, но ради ностальгии, ради Гарри Поттера, я все это играл, миллион тысяч раз, и переигрывал, и знаю все наизусть, но не суть, ну и в общем, тут анонсируют выход в последней части Гарри Поттера, Гарри Поттера, и я еще помню, что я какие-то фанатские сайты, тогда уже появился, там более-менее какой-то интернет, я на фанатских сайтах читал, как же будет называться, и я думаю, вы все помните первое такое название, которое гуляло, Гарри Поттер и роковые мощи, я такой, ооо, боже мой, что это за мощи, что это за роковые, кто это, я там просто визжал, пищал от восторга, потом Гарри Поттера Дрой Смерть, потом анонсировали обложку, я помню, даже рекламные щиты в городе были с этой обложкой, я просто, ооо, мне надо, мне надо, я тогда перед этим перечитал шестую часть Гарри Поттера, и она мне почему-то понравилась очень сильно, ну я знаю теперь почему, но и впоследствии это стало самой моей любимой частью во всей франшизе, потому что, потому что шестая часть мне нравится, потому что там очень много информации, очень много ценнейшей информации, когда Дамблдор с Гарри Поттером путешествует по воспоминаниям, это просто мураши и карандаши, огромные карандаши, размером с параши, и, внимание, это была зима, я не вспомню какого года, ну, просто погуглите, когда анонсировали на русском Гарри Поттера и Дары Смерти, и как только она появилась в магазине, мне сразу ее купили, это была зима, я учился, я жил и учился здесь, в деревне, это другая история, это была зима, и где-то полвосьмого ночи, дня, вечера, все перебрал, должна была прийти газель с передачкой, я тогда помню стоял на этом морозе, была метель, я стоял на дороге, рядом со школой, со своей, ну, разумеется, это зима, уже ночь, холодно, я помню, мне просто колотун бил, ноги за индивели, да, газель, получается, опаздывала, я просто весила, и в итоге, где-то почти в восемь вечера, она приехала, я там трясущимися руками, просто, да дайте, дайте, валите, дайте, дайте, этот пакет, пакет запечатанный, там куча скотча, как будто почта России отправляли, просто, они за 110 километров от города, ну, да ладно, я просто понимаю, что я хочу начать сейчас, я не могу, я не могу идти 7 минут домой, потому что от школы, где я стоял до дома, 7 минут, сука, не могу, а от школы до моего места, где я стоял, 50 метров, и получается, что когда подходишь к входу, и слева, и справа огромные окна, а туда на ночь приходил сторож, и включал свет, и получается, свет от окон был очень хороший, я просто на ходу рву этот пакет, вытаскиваю книгу, подхожу к этому окну, чтобы было видно, сажусь в этот гребаный сугроб, книга, она, нет, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да, в моих руках, Гарри Поттер, и Дары Смерти, последняя книга, то есть, это все, все сейчас закончится, все, совсем, я просто беру, холодно, но мне плевать, я открываю, начинаю читать, я прочитал целую одну главу, и меня отпустило, чтобы тупо дойти домой, я помню, что я прочитал ее очень быстро, но на тот момент для меня, это была странная скорость, я прочитал ее за 8 дней, 7-8 дней, и я такой, ого, как быстро я читаю, два дня, вот это быстро, ну, да ладно, я просто помню, что у меня часть одноклассников, тоже ждали, чем же все закончится, и, когда я на следующий день, пришел с книгой, в школу, и читал на перемене, что, и кто-то сидел, читал на перемене, алло, алло вообще, с книгами, в школу, в принципе, не ходили, зачем, если можно курить в туалете, ну, и много чего еще там делать, неважно, и это было так, я прочитал две строчки, Министерство Паула, Руфус Кринджер убит, они уже близко, и я просто, девочки, Министерство Паула, Руфус Кринджер убит, они уже близко, я был королем эстрады, правда, я был просто королем этого мира, этого города, этого, этого, чего-то там, потом я просто читаю, 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 Добби убили, и я в слезах, в соплях, что там еще есть, выходит из человека, я такой, типа, девочки, 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 тут такое, тут такое, что, что, что такое, я просто, Добби убили, Добби убили, и мы как идиоты, ревели, Да, но нет, это было не как идиоты, потому что каждый раз, когда я перечитываю эту сцену, или когда я вижу фильм, к слову сказать, фильм мне не слишком понравился, я не могу, я хочу плакать, плакать, хочу плакать. В общем, история с книгой завершается тем, что я заканчиваю читать, и это просто, это просто травма. Это всё, я просто понимаю, что это всё. И что я делаю? Я беру, перечитываю заново. Первую книгу. Угу. Мне кажется, это было нормально. Чтобы просто не сойти с ума. На тот момент, получается, выходит шестая часть, это был 2009 год, когда вышла шестая часть, я пошёл в кинотеатр. Я не могу сказать, что она мне понравилась тогда, хотя как бы должна была. Я... Она была печальной, вот это я запомнил. Мои эмоции были печальны, особенно когда убили Дамблдор в шестом. В шестой части, да. Я сходил один раз. Хотя мне предлагали, хочешь ещё сходить, типа, ну, Гарри Поттер, это же такое событие, хочешь, мы тебе ещё дадим денег. 350 рублей тогда, помню, стоил билет в кино, это были не маленькие деньги, это не просто так. Это сейчас можно уже, знаете, сходить просто потому, что какие-нибудь акции или что-то ещё. Я такой, да нет. Ну, потом мне, или я сам покупал диск, один там фильм был на этом диске, там опять был перевод ужасный. Я просто понимаю, в 2009 году у меня уже нет таких дисков с таким пошлым. Ну, пошлым, ну, пошлым в плане ужасный, ужасным, тупым переводом. Ну, ладно, есть что есть, слушаю. Ну, и потом уже получается, что я так и не приобрел диск шестой части. Я просто уже начал, как-то я скачал в интернете, с ума с брендой, блин, скачал в интернете и уже смотрел там. Вот. Потом, что было у нас потом? 2009 год, я пошёл в кино, Гарри Поттера до смерти, часть первая. Я посмотрел, мне, в принципе, всё понравилось. Но тогда я столкнулся впервые с тем, что фильм, точнее, одну часть могут разделить на две. Это просто... Я был в шоке, что ещё не всё. С одной стороны, ты ждёшь, когда... Точнее, ты ждёшь, что это не закончится. Но с другой стороны, раз уж пришёл, и терпи, Карл. Ну, в принципе, я немножко погоревал, а потом понял, что, камон, типа, это же замечательная возможность. Ещё через год ты в итоге оттянул неизбежное. История не заканчивается. Вот. На тот момент, 2011 год, получается, что фильм выходил, насколько я помню, в июле. Где-то в середине июля 2011-го. И месяц он шёл, ну, понятно. А зимой 2011-го года мне подарили Гарри Поттера и Принц Пауков как игра. В принципе, это было прекрасно. Я прошёл её за один день. Я прям сел утром. Нет. Это был вечер. Типа, 7 вечера или что-то такое, где-то в 2 я закончил. Потому что меня было просто не оторвать. Ну, фанат или конченый. Неважно. И, да, это было потрясающее времяпрепровождение. Хотя, конечно, я сейчас понимаю, что, в принципе, серия игр была довольно неравномерной. А уж последняя часть, это вообще просто отвал башки. Первую часть, седьмую, я не смог даже дойти до пятой. Одной пятой части я бросил. Это просто было неинтересно. Это было тошнотное управление. Это была отвратительная. Отвратительная игра. Кое-как один раз я прошёл вторую часть, седьмой. И... Лучше уж первую тройку играть. Правда. Там хотя бы есть какая-то атмосфера. Вот, действительно. Типа, буйберти, боссы, шоколадные лягушки, бесы бегают, гномы бегают. Вот это вот всё было прикольно. Атмосфера была сказочная. А это просто, вот, говно собачье. Серьёзно. В итоге, я иду в кино. 2011 год, я иду в кино. Я сходил в кино четыре раза. Это было самое большое количество раз, когда я пошёл на один и тот же фильм. Один раз я пошёл... Ну, один, как и полагается. Второй раз я пошёл с тётей и дядей. Третий раз я пошёл с мамой. И четвёртый раз я пошёл со своей двоюродной сестрой. И... С самого начала до самого конца это было прекрасно. Начиная с потрясающей фоновой музыки. Ну, вот помните, когда титры, когда туман, туман, получается, рассеивается, и мы видим деменитров. И там девушка поёт, получается. Потом мы видим марширующих учеников, снэйпа. И этой же песней заканчиваются последние минуты жизни Воланда Морта. Зачем мне эта информация? Она нужна. Наверное. Но нужна. Это было прекрасно. Я помню, когда первый раз я посмотрел, фильм закончился. Я выходил вместе с такими же неадекватными. У меня просто была трясучка. Я просто захлёбывался. У меня лились слёзы. Вот так вот. И я помню, не отпускало где-то час. Серьёзно. Вот так вот было. Это было что-то. Такие эмоции просто. Они стоят. И очень много. И останутся на всю жизнь. Я думаю, ну, в памяти, по крайней мере, как минимум. Таким образом, с книгами и с фильмами и с играми было закончено. Потому что всё как бы вышло. В дальнейшем я увлёкся фанфиками. Да. Не только Юлия Волкодав их читать и даже писать. Я увлёкся фанфиками. Открыл практически все разновидности. И да. Ага. Я удивился, что оказывается есть жанр яой. Ну, это кажется что-то из аниме. Ну, короче, там было всё намешано. И тогда я увидел, что кто-то пытается строить отношения. Типа Малфой-Гарри. Снэйк-Гарри. Близнецы Уизли-Оливер-Вуд. Рон-Гарри. Гермиона-Хагрид. Гарри-Добби-Винки-Снэйп и Малфой. Здравствуйте, привет. Я погрузился в это море разврата по самые уши. Но меня было не остановить. Это же было так прекрасно. Я почтал, наверное, сотни и сотни. Моя увлечённость к этому делу как возникла из ниоткуда, так и закончилась, наверное, в году 2012-2013. И, в принципе, с тех пор я, может быть, за это время прочитал, может быть, фанфиков 10 время от времени просто поностальгировать по тому, что было. Но это уже никакой ностальгии не приносило. Ну и после этого, что мне ещё оставалось? Я перечитывал Гарри Поттера. Я переигрывал игры и пересматривал фильмы, разумеется. В принципе, ничего уже такого не происходило за это время. Я приобрел 3D-альбом с 3D-рисунками. Ну вы знаете, то есть там приближаешь альбом, отдаляешь и получается складывается картинка. Но так как я умею косить глаза, очень просто и легко, то мне не нужно это было делать. Я просто смотрел, скашел глаза и рисунок появлялся. Я думаю, вы все этим увлекались, особенно моё поколение, как минимум. И так, в принципе, до сих пор у меня никаких фанатских вещей не осталось. И по прошествии времени, когда я стал взрослый и когда я понял, что могу это делать, у меня уже не возникало этого желания. Мне хватало того, что у меня было. И сейчас я до сих пор, и я не брошу, я буду перечитывать. И вот сейчас я уже подумываю о том, что может быть перечитать. Потому что с перечитом у меня есть история. Ну, каждый из вас, когда перечитывает любую книгу, вы открываете для себя что-то новое. Мне кажется, это само собой разумеющееся. С Гарри Поттером где-то в 2014 году, или даже раньше, у меня возникла такая ситуация, что я почти уже ничего не открываю нового. Был какой-то перечит, где я понял, что, конечно, я ещё что-то вижу, но всё. И, наверное, в 2000, я вам скажу, в 2016 году я перечитывал, и потом, в 2017 не читал, в 2018, наверное, начало моего канала, это было где-то с мая, или даже с марта, с марта, наверное, с марта я начал перечитывать. И я уже не возлагал никаких надежд на то, что, ну, что-то я найду. Мне это было очень важно, потому что, если я найду что-то ещё, значит, это, вау, это так круто, история никогда не закончится, ты ещё что-то новое найдёшь. И, да, я нашёл. На самом деле, этих деталей было больше, но про одну я особенно сильно запомнил, потому что она была на виду, я её видел, но в какой-то момент, именно тогда, это был май, я помню, я ещё учился, я лежал на диване, это был уже глубокий вечер, и я перечитываю сцену, те из вас, кто хорошо знает шестую часть Гарри Патру и Принц-Полуковка, вы меня поймёте. Итак, Дамблдор говорит Гарри, чтобы он собирал вещи, вечером они отправляются за крестражем в, в общем, на место, куда Том и Редла с детьми водили из детского дома, типа, подышать воздухом, на берег моря. И Гарри делает все свои дела, поднимается в астрономическую башню, тажется, или просто в кабинет, мне иногда путаница с фильмами, но это такие пережитки прошлого. В общем, я помню эту сцену, когда заходит Гарри в кабинет, в кабинет Дамблдора, и видит, что Дамблдор стоит к нему спиной, смотрит в окно, и Дамблдор задумчивым взором провожает закат, он смотрит на закат. И казалось бы, ну и что? Люди, на самом деле, я думаю, все из вас, кто знает об этой детали, вы меня прекрасно понимаете. Ну, Дамблдору 116 лет. Он что, закатов не видел? Зачем именно сейчас ему смотреть на этот закат? Да потому что он знал, что у него осталось всего несколько часов до его смерти. Он знал, что скоро умрет. Это было такое прощание. То есть, ну вы понимаете, он смотрел на свой последний закат. Он знал, что это последний закат. Именно поэтому он на него и смотрел, а не просто сидел в кабинете, в кресле и ждал Гарри. Вот эта сцена, я когда ее прочитал, на меня зашло. Потому что я тогда был прям уже на этих моментах, я на стороже. Потому что я знаю, что скоро Дамблдором рвут. И каждый раз я думаю, что может быть его все-таки не убьют. Может быть, по зязьке, по зязьке. Но увы. Когда я это прочитал, до меня дошло. Ну, это было сравнимо с эмоциями, когда ты первый раз перечитывал Гарри Поттера. Ой, это прекрасно. Ни одна книга, ни одна история, ни один цикл не вызывали и не вызывают у меня столько эмоций. И я столько раз не перечитывал, сколько Гарри Поттера. Гарри Поттера я перечитывал больше 50 раз. Это минимум, вы понимаете? Больше 50. Я не шучу сейчас. Просто на тот момент, когда я поступал в университет, у меня за ключами было не так много прочитанных книг. Если бы можно было считать перечитанной историей, у меня было бы их очень много. Я перечитывал больше 50 раз Гарри Поттера. Я перечитывал Эрагон, я перечитывал Таню Гроттера. Ну, понятно, по каким причинам, да? Ну, и там еще по мелочи. Поэтому Гарри Поттер и сейчас... Боже мой, это что-то невероятное. Я, когда начал учиться в институте, в университете на филфаке, я подумал о том, что мне здесь объяснят, в чем феномен этой книги. Мне не объяснили, но меня научили искать информацию. Я нашел информацию и пришел к выводу, что она... Эта история не просто сказка для детей и подростков, не просто история, которая растет вместе со своими читателями. Это действительно феномен в литературе, в мировой литературе. Это знаковая книга, знаковая на том же уровне, например, как Шекспир, Гамлет. Так же, как и Дон Кихот, Сервантас, например. Ну, и еще там по мелочи, я не буду вам читать лекцию. Это своего рода такое Евангелие. Ну, не будем вдаваться в религиозную тематику. Тем не менее, так или иначе, какие бы еще вам вводные такие шаблонные слова в это сочинение ввести, прихожу просто к такому выводу. Гарри Поттер — это невероятная история, которая во многом сделала меня в плане моей личности. Она ее сформировала, потому что это не то, что кладезь. Это огромная сокровищница всех возможных проблем, всех возможных положительных поступков, примеров, на которые ребенку можно и нужно обращать внимание. Здесь показано и зло, здесь показано и смерть, и ребенку, и подростку именно вот в такой концентрации, когда вам показывают, но не очень жестоко. Это нужно, потому что если ребенок спросит, что такое смерть, а вы ему скажете, тебе знать это рано, он найдет эту информацию. Поэтому лучше давать через Гарри Поттера ему представление. Правильно и дозировано, чтобы у него не возникало желания лезть куда не надо. Он и поймет, и успокоится. И вы как бы будете воспитывать. Ну то есть вот сейчас я понимаю, что как дружить, и что такое дружба, что такое любовь, что такое учеба, что такое школа, что такое отношение с людьми, что такое борьба за добро, против зла. Каким должен быть директор, какими должны быть учителя, например, работники, как государство, как злободневно, как государство может подавлять людей. Много-много. Это можно перечислять так долго, что вот я сейчас понял, что я чай почти не выпил. Так же Гарри Поттер, разумеется, привил мне любовь к всему магическому. Именно через него это произошло. И фэнтези неотъемлемая часть моей личности. Я не могу без него. Даже читая потрясающую классику, как только я начинаю читать фэнтези, я понимаю, что вот. Да. Это оно. Вот никак, вот ничто не заменит фэнтези для меня. По крайней мере сейчас. И думаю, что это не изменится. Поэтому, в принципе, я вам рассказал всё. Я надеюсь на это, что я ничего не забыл. Мне кажется, видео вышло большое, минут 45. Поэтому я заканчиваю, как я вам рассказал. Делитесь, если хотите, в комментариях своими историями. Мне будет дико интересно узнать, как у вас произошло знакомство. Какие у вас были примечательные моменты. Пообщаемся, посравниваем. Поэтому я рад, что провел это время с вами. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на канал. Ждите следующее. Ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик. Не скучайте. И в принципе-то я всегда ваш. Всем вам оха, друзья. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok